Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Курс лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции. Перспективы православной библеистики. В предыдущих лекциях мы говорили о традиционных церковных методах толкования, в частности, историко-филологическом, типологическом и аллегорическом, а также о западных методах толкования, историко-критическом методе, поиске исторического Иисуса и о ряде современных западных методов. А сегодня хотелось бы поговорить о том, каково состояние изучения Священного Писания у нас в России, в Русской Православной Церкви, и каковы его перспективы. После того, как были закрыты Духовные Академии и семинарии в 1918 году, на протяжении почти целого века библейские исследования в России или не проводились совсем, или проводились в ограниченном масштабе. В ограниченном масштабе после открытия Духовных Академий в 1946 году и вплоть до начала Новой Эры, Новой Эпохи, которая наступила в 1990-х годах. И вот после открытия Духовных Академий встал вопрос о том, что необходимо прежде всего сохранить то, что имелось до революции. Не имея возможности публиковать монографии, учебники, преподаватели Духовных Академий, тем не менее, писали такие монографии, защищали в виде немногочисленных кандидатских и докторских диссертаций, а также издавали в виде машинописных вариантов учебники для академий и семинарий. Когда я поступил в 1996 году в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, я как раз застал подобного рода самоздатовские, или, можно сказать, самодельные учебники, где страницы отпечатаны на пишущей машинке, иногда под третью или четвертую копирку, поэтому видно достаточно плохо, но это были учебники тех преподавателей, которые преподавали в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого столетия. Поэтому нельзя сказать, что совершенно прекратились библейские исследования, но, конечно, их объем и глубина были достаточно ограничены. Прежде всего стояла задача сохранить церковную жизнь. И вот когда пришли 1990-е годы, то у преподавателей, студентов, исследователей, всех тех, которые интересуются изучением священного писания, появился доступ к двум различным, неравномерным, как по объему, так и по содержанию, пластам информации. Первым пластом информации, который получили доступ преподаватели, студенты духовных академий, богословских вузов и исследователей священного писания, были произведения русских дореволюционных академических исследователей. Сначала эти произведения переиздавались в бумажном виде в 1990-е годы, ну а с середины нулевых стали доступными их многочисленные электронные сканированные версии. Доступ к этим произведениям был очень важен, потому что в них была представлена церковная методология исследования священного писания. Но понятно, что даже самые лучшие русские авторы конца 19-го, начала 20-го века не могли учесть те открытия, которые состоялись в области истории, археологии, а иногда и исторической лингвистики в 20-м веке и в начале 21-го века. Поэтому знакомство с этой литературой, свободный доступ к ней, возможность обращаться к любой книге, а не ждать заказа одного единственного экземпляра в библиотеке из особого хранилища, такой свободный доступ, конечно же, сразу же вывел российские библейские исследования на новый уровень. Вторым пластом информации стал свободный доступ к публикациям по библистике на иностранных языках. Очень часто это были англоязычные произведения авторов из США или из Великобритании, либо переводы лучших европейских авторов на английский язык. И вот хотя этот второй пласт информации содержал как раз сведения о новейших исследованиях и открытиях в области истории, археологии и филологии, к сожалению, очень часто этот же пласт информации содержал в себе исследования, которые были произведены скептическими и иногда даже антицерковными методами, такими как историко-критический метод или поиск исторического Иисуса и так далее. Поэтому российским исследователям, конечно, как воздух, нужны были новые сведения и новые факты, но приходилось отделять плевелы от пшеницы, отделять фактологию от интерпретации, точные сведения от того, как их преподносят, как их подают, иногда довольно скептически настроены западные авторы. И вот где-то в 90-е годы возникли следующие вопросы. Получив доступ и к дореволюционной литературе, и к западной, куда двигаться дальше? Библистика строится, или лучше сказать зиждется, на трех китах. Первый кит – это история и археология, второй кит – это филология, и третий кит – это богословие. То, что касается истории и археологии, стало ясно, что, к сожалению, наши российские исследователи мало знакомы с археологическими исследованиями второй половины 20-го и начала 21-го века. Поэтому с 2007 года в рамках проекта учебного комитета Русской Православной Церкви представители Российских Духовных Академий, Санкт-Петербургской, Московской, а также Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета и целого ряда региональных семинарий стали предпринимать регулярные археологические обзорные экспедиции в Израиль и Орданию и в Турцию. Эти экспедиции проходили по два раза в год – весной и осенью. Первая такая экспедиция состоялась в феврале 2007 года. Инициатором ее был нынешний доцент Санкт-Петербургской Духовной Академии Протерей Дмитрий Гольцев. В составе участников ее были тогдашние заведующие кафедрой библеистики Московской Духовной Академии Протерей Леонид Грелихис, заведующий библейским кабинетом этой же Академии Протерей Александр Тимофеев, преподаватель Московской Духовной Академии Петр Санч Коротков и, кроме отца Дмитрия Гольцева, от Санкт-Петербургской Духовной Академии, также ваш покорный слуга. С 2007 года по 2019 год проходили подобного рода экспедиции. Иногда это были посещения археологических местроскопок, иногда это были посещения музеев, где хранятся артефакты. В разные годы состав участников менялся, иногда добавлялись одни люди, иногда участвовали другие люди. Ряд экспедиций в Турцию, в Малую Азию, был совместно с тогдашним ректором Смоленской Духовной Семинарии Протереем Георгием Урбановичем. В качестве некого предварительного итога подобного рода исследований в области библейской археологии можно назвать создание сайта «Библейская дефис археология.рф», который поддерживается кафедрой библистики Санкт-Петербургской Духовной Академии, и на котором представлены фотографии и видеоролики разных библейских объектов Святой Земли, Иордании, Малой Азии, а также ряд артефактов в музеях мира. Второй кит, на котором зиждется библеистика, это библейская филология. К сожалению, в Духовных Академиях в советский период изучение древних языков, древнееврейского и древнегреческого, было достаточно поверхностным. Однако именно в нулевые годы, в процессе реорганизации Духовных Академий, изучение как древнееврейского, так и древнегреческого, особенно для студентов, специализирующихся на библейских исследованиях, было выведено на очень высокий уровень. И сегодня, когда мы, например, в Санкт-Петербурге занимаемся со студентами магистратуры экзогезой Священного Писания Нового Завета, то мы в обязательном порядке. Вначале читаем по-древнегречески сам текст, обращая внимание на какие-то отдельные важные термины, и только после этого уже толкуем его в историко-археологическом контексте, но и также, конечно же, приходим к его богословскому смыслу. И вот богословие, богословский смысл, библейское богословие – это третий кит, на котором зиждется библистика. И здесь надо сказать следующее. Библейское богословие для нас – это не только богословие Библии в каком-то его сегодняшнем понимании. Для нас с вами библейское богословие – это то богословие, которое проистекает, которое основано на Священном Писании, и то, как его понимали древние отцы и учители церкви – наше святоотеческое наследие. И вот здесь, конечно, огромный массив работы, потому что если можно ознакомиться с историей и археологией, если можно хорошо выучить древнееврейский и древнегреческий язык за какой-то разумный промежуток времени, то, конечно же, намного сложнее обращаться к святоотеческому наследию. Далеко не все произведения церковных авторов, посвященные толкованию Священного Писания, переведены на русский язык. Поэтому, конечно же, здесь библеисты с надеждой взирают на наших современных патрологов, взирают на их труды для того, чтобы воспользоваться плодами их деятельности. Приходится с радостью констатировать, что да, действительно, такие труды в последние годы появляются. Труды по патрологии, которые могут быть полезны для библистики. Например, в этом году вышел труд преподавателя Свято-Тихоновского гуманитарного университета Петра Юрьевича Малкова под названием «Древнецерковное толкование трудных мест Евангелия от Иоанна. Богословский анализ, содержание источников, три очерка». Книга объемом более чем 300 страниц посвящена только трем сложным вопросам толкования Евангелия от Иоанна. Первый вопрос. Почему Господь делает брение из плюновения, когда исцеляет слепого? Второй вопрос. Почему Господь Иисус Христос прослезился, прежде чем воскресить Лазаря? И, наконец, третий вопрос. Почему Христос после своего воскресения сказал Марии Магдалине «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, но при этом позволил прикоснуться к себе Фоме, сказав ему «Подай руку твою и вложи в ребра мои». Итак, три экзогетически сложных вопроса и подробнейшие ответы из церковной традиции и святоотического наследия, которые представляет нам Петр Юрьевич Молков. Конечно, мы, толкователи священного писания библиисты, себе такой роскоши позволить не можем. Мы не можем себе позволить три сотни страниц посвятить только трем трудным вопросам. Но, конечно, когда мы подходим при экзогезе к тем или иным трудным вопросам, мы можем сослаться на труды наших современных российских патрологов. И поэтому, безусловно, дальнейшее развитие нашей церковной православной библистики связано не только с изучением филологии, не только с изучением историко-археологического контекста, но и с постепенным усвоением святоотического наследия. Потому что оно и велико, и глубоко. Оно нас питает, и оно подводит нас к самому важному вопросу нашей российской библистики. Какова конечная цель наших исследований? А конечная цель наших исследований – это церковность. Она заключается в том, чтобы каждый человек, читая Священное Писание, понял, что это призывы Божии, обращенные к нему, что это не какой-то исторический документ двухтысячелетней давности. Поэтому, конечно же, кроме всего сказанного, есть еще и целеположение. И наша православная церковная библистика всегда помнит, что читать будут наши произведения верующие люди. Поэтому, как в свое время апостолы Христовы, верующие в Господа Иисуса, писали для верующих, так и наша русская церковная православная библистика пишется верующими людьми для верующих людей. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok